Кто же от бури его защитил? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 попробуй вспомни а вот даже можно посмотреть последний сейф от 3 августа почти три недели уже даже прошло то есть очень очень давно последний стрим был мне казалось что всего-то две недели от силы прошло но нет так 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 что тут у нас я вообще не помню локация для квеста каменные сердца ну да я так и понял что она с dlc была добавлена эта локация блин по-моему игра громко или нормально не знаю послушай вот например как тебе по моему громковатая игра хотя возможно если микрофон тоже громко работает то и неважно потому что вот это вот абсолютно вся вся часть карты выше уровнем чем весь основной чем весь остальной велен и навиград так если честно как пытаюсь сориентироваться вообще не помню на чем остановился что у нас по заданиям это по dlc это тоже по dlc получается из основных квестов мне ничего не остается кроме как ехать на гельгин здесь что здесь что это тоже высокие ставки высокие ставки я прошел но я имею ввиду турнир выиграл но по квесту надо еще сбегать своровали деньги как я туда проеду здесь проеду наверное да сейчас в общем план такой закончить все что осталось на веграде и уже наконец-то уехать отсюда ну то что было добавлено с dlc мы конечно оставим она конечно проходима да я думаю мы бы и смогли до ковырять но это очень много времени займет такой громкий дождь штормит ну тогда пока высокие ставки доделаем а там посмотрим по моему уже ничего не должно остаться на веграде мне уж самому не терпится самом деле свалить отсюда уже знаете хоть и давно не играл но на веград под надоел хочется каких-то новых локаций вот что и велен что на веград в принципе ну одни и те же локации очень похожие по дизайну а без пользы ведьма чуть-чуть и поискать какие-нибудь зацепки за борделем точно такая же как то что привязана к арбалетному болту надо здесь усмотреться откуда этот запах здесь опять лицо у него зомбака но у нее не лучше так сюда я думал вниз нас поведет чуть-чуть я твой должник а ты кто такой приветствую я сейчас на скельге сколько у тебя уже часов в игре он слишком спешил и потерял вот это должно быть выпало из полоски откуда ты знаешь что это потерял вор под свертками лежит арбалет меня так разбирает вспомнить какую-нибудь шутку насчет острых приправ ценю я уже видела этот цеховой знак эта компания торгует приправами и зереками у них склад в доках он с этой стороны порта дальше всех к северу встретимся на месте хорошо договорились не слежу за временем ну с теми же есть статистика все равно или там пиратки играешь у меня вот уже уже 90 часов господи это с учетом того что сколько я не играл было бы уже намного больше я надеюсь не надеюсь а думаю пиратка а тогда понятно блин здесь не точки фастраила придется ехать придется своим ходом это очень странная стена чтобы просто вот так напрямую проехать нужно такую дугу давать я первый раз помню пытался в ту часть проехать участь пытался проехать и просто не мог найти вход я не верил не верил что нужно давать такую дугу мне кажется пешком будет быстрее чем на лошади потому что ей нельзя прыгать в городе ускоренном режиме надо было помедитировать наверно тоже бы прошел не люблю такую погодку в игре ну привет нет я воровать ничего не буду тем более пиво мне не нужно значит найдем другой путь погнать и способ проникнуть на склад наверняка где-то через верх да нет здесь закрыта тогда где-то здесь теперь чувствуешь как пахнет корицей ага значит склад тот самый вот самый тут самый я уже отучился лутать все подряд на самом деле сбил привычку а а вот она да здесь тоже закрыта чем был сейф они сверху сто процентов откуда-то да вот вот и она она как зашла она тоже так прыгать умеет окно здесь она говорила кто то есть что нужно держать меч на готове как говорится ну и конечно же не могу держаться от соблазна все подряд залутать а а меня уже ждут я посмотрю да добрый вечер друзья товарищи который из них гортензия тот высокий игра окончена тули отдавай деньги вот именно я наблюдал за тобой так вот кто спер деньги думал если ты меня выследишь то придешь 1 ты уже рассказала ему кто ты нет а он наверняка с удовольствием послушает говори говорили я велю переломать тебе пальцы какой опасный карлик здесь происходит отойди от нее она походу насколько я понимаю она не только мне предлагал эту сделку что происходит все очень просто мадам саха проглотила сказочку про разводчик и шампиньонов как пеликан кирпич я думал она будет мудрее ну так как ты сама скажешь на кого шпионишь в навиграть или хочешь это прокричать отойди от нее попридержите кто-нибудь ведьмака и поставьте его так чтобы ему было хорошо видно ха вот это шутка попридержите ведьмака говорит удачи интересно можно его в живых оставить вот этого карлика видимо нет она и сама неплохо дерется вот эта анимация просто упал на задницу во как а меня кто-нибудь спросил знаешь что приглашаю тебя на ужин в зимородок надо отпраздновать мой последний день в новиграде а если я не согласен на такой поворот что деньги пополам я с удовольствием приму твое покрашение у меня другие планы на вечер ну да ладно заглянем чего уж возвращаешься в нилькад и для этого тебе нужны были деньги вижу ты догадался у тебя все-таки остался выговор ну что ж значит придется переквалифицироваться в новиграде я все равно провалилась эх а чем ты была до того как стать шпионом уже и не помню но кстати можешь звать меня кантореллой это твое настоящее имя ну почти почти настоящее с удовольствием вот что-нибудь и обломится там с ней если вы понимаете о чем я оказалось что это голубоклазная проститутка его сестра он не могу 4500 попросил чтобы я снова встретился с ней в доме ночи то есть по идее мне бы дали 9000 если бы я тогда не согласился с ней поделиться если бы я отказался от предложения хотя возможно бы она просто забрала все деньги хорошая мысль отличная мысль так ребят всем руки на стол всем держать руки на видном месте не ну вот это я уже третий раз как минимум вижу точно такая же сцена точно такие же анимации были с кейрой и точно такие же сцены были анимации с трис вот это недочет конечно ушла не попрощавшись ушла не попрощавшись и поди забрала твои деньги и вещи ничего не напоминает о записочкам так то записка от кантореллы геральт прости что уезжаю не простившись но ты так сладко спишь я с трудом удержался от того чтобы стянуть у тебя карты и деньги или по крайней мере прочитать письма которые распиханы у тебя по всем карманам сложно избавиться от старых привычек до встречи может быть совсем скоро мы снова встретимся совершенно случайно канторелла да-да а вещи то где мои можно вещи мне пожалуйста надеть спасибо что не утащила шмотки ну вот пожалуйста еще один страшила фу я страшила смотри какой я красавчик так что нибудь нас еще останавливает в новиграде или нет не считая не считая квестов дэлсишных нравится на встрече с фон градсом вспомнить бы кто это а он как раз здесь отлично как готовы прогуляться по каналам а готовы прогуляться по каналам я почему-то я даже не помню кто это а вспомнил это доктор цирил уже избили цирилу избили и это доктор у которого она лежит точно точно да готов и заинтригован идите вперед я кстати частенько на этот люк натыкался и он всегда был закрыт на а вместо того чтобы сшивать очередных жертв утопцев не проще ли решить проблему еще в зародыши я пробовал убить утопцы ну а безрезультатно слышите уже давно слышу готов оружие да ну конечно что 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 наверняка это не все да помню когда первый раз встретился с водной бабой это было больно ну не только первая встреча была это только самое начало игры было поэтому было довольно таки трудно ух ты он с арбалетом ничего себе ну-ка покажи как стреляешь ну что это за выстрел показать тебе как надо стрелять с арбалета смотри опа давай соберись братишка это же не так трудно кстати по моему есть ачивка в ведьмаке убить 50 гуманоидов выстрелом в голову с арбалета или что-то типа такого ты вообще попадешь хоть раз друг друг мой давай у тебя получится давайте подождем пока он попадет хотя бы раз да представляете с кем приходится работать может он холостыми стреляет ну давай поближе подойдем вот отсюда может попадешь нет а он даже не пойдет туда понятно ну как обычно все придется самому делать что для говори прямо без намеков Ты можешь как-то на это повлиять? На это может повлиять только ваш друг, Людик. Какой приятный у него голос такой басистый. Все-таки было бы неплохо, если бы ты начал попадать еще с арбалета. Было бы весьма неплохо. По лестнице. Да ладно. А может в сену пойдем? Мы на месте. Пойдемте. Чем быстрее управимся, тем лучше. А что? Ты куда-то спешишь? Кто-нибудь может нам помешать. Например, хор. Или преподобный на Даниэль Пастуле. А где это мы вообще? Итак, нам нужно тело краснолюцкого плотника. Попробуем его, нет? Может на какую-то лабораторию? Копилки в бороде. Одежда липкая от смолы. Должно быть он. Великолепно. Надо думать, вам не сделается дурно от вида крови. Нет. Начинаю вскрытие. Нет, только в обморку подон. О, да я еще выбираю с чего начнем. Ну, я начну с самого интересного. Осмотрим его гениталии. Сомневаюсь, что они относятся к делу. Нужно убедиться. Надо проверить. Стяни с него штаны и... Хлеб. Скорее сифилис. Ранняя стадия. Сыпи еще нет. Это может быть связано с... Разве что еще один возможный мотив для убийцы. Стяни с него штаны и... Видишь что-нибудь интересное на ногах? Щиколотка правой ноги распухла. Ногти поломаны. Должно быть он очень сильно ударился копытами. Прежде чем их отбросить. Не уверен, что сейчас подходящий момент для шуток. А, так это шутка была? Надо было смеяться. Насколько иная чувствительность. Ага. Бескверное чувство юмора. Платит я уж знаю достаточно. Да нет. Че не достаточно? Смотрим ладони. Борозды. Это следует у ревки, так? Его связали. Как и следовало ожидать. Никто не выдержит таких пыток, не будучи связанным. Знаешь, по опыту? По опыту жертвы. Я провел год в застенках Третогора. Но это долгая история. Тогда лучше в другой раз. Смотри, видишь след? Нашего краснолюга было кольцо, но кто-то его снял. А что с головой? Посмотрим голову. Волосы воняют гарию, будто он был на пожаре. Больше ничего примечательного? То, что ему выкололи глаза. Вас не интересует? Выкололи глаза? Но я-то этого не вижу. У него действительно обыжжены глазницы? Да. Здесь какая-то серая пыль. Пепел. Очень мелкий. Убийца выколол ему глаза и высыпал в глазницы раскаленные угли. Похоже на то. Судя по виду ран, плотник при этом был еще жив. М-м-м-м. Видишь? На горле надрез. Действительно. Он едва заметен. Его сделали маленьким, очень острым предметом. Скальпелем? Но зачем? Рана слишком мала, чтобы вызвать кровотечение. Но есть следы отека. Убийца. Должно быть, он сделал трахеотомию, чтобы жертва не умерла слишком рано. То он врач, что ли? А что, если это ты замешан? Как такой вариант? Рассмотрим рот. Роги волдырим. Как у прицелы. Ну и корпус только не посмотрел. Рассмотрим корпус. Так, что у нас здесь? Глубокая рана с левой стороны. Хоть бы показывали, что ли? Шрам через весь живот. Рассмотрим, что за рано. Действительно сердце было вырвано, края раны прижгли. Погодите-ка. Здесь что-то еще. Какой приятный звук. На самом деле нереалистичный звук. Что это? Яйцо какого-то присмыкающегося. Саламандра? Обожженное на целое. Я бывал на лекциях по герпетологии. И не припомню, чтобы присмыкающиеся откладывали яйца в трупах. Значит, или профессор Кохран глубоко заблуждался, или это дело рук нашего убийцы. По-моему, это было похоже не на яйцо, а на глаз какой-то. Хе-хе-хе-хе-хе. Разъедает их, как кислота. Это объясняет, почему нет запаха разложения. И почему обожжены глоткой пищевод. Ну и последнее, что стоит посмотреть, это шрам. Посмотрим на шрам. Рана длинная, узкая, отрезанного удара. Привет, мистик. Короя неровные. Это не важно. Доброе утро. Смотрите. Нет ни опухоли, ни синяков. Это старая травма. Похоже, несчастный случай на работе. Да вроде все уже посмотрели. Зрелища, конечно, не из самых приятных. Довольно. Я уже знаю достаточно. В таком случае просветите меня, а то я до сих пор понятия не имею, в чем дело и какой мотив у убийцы. Ритуальное убийство, это было наказание. Убийца сумасшедшего, мотива нет. Я бы не хотел делиться выводами. То есть я еще и сам решаю, что это было. Ну, это мог быть любой из этих пунктов. То есть это может быть и ритуальное убийство, это может быть и наказание, и убийца сумасшедший. Ну, конечно, я больше склоняюсь ко второму варианту. Давайте второй выберем. Я уверен в одном, это было наказание. Даже охотники за колдуньями не применяют таких пыток. За какие же прегрешения такая кара? Это знает только убийца. Но теперь у нас есть ключ к тому, чтобы его найти. Надо бы осмотреть труп еще раз. Ты знаешь, как его звали? Фабиан Мейер. Опа. А я Губертрейк, коронер. Пришел сюда провести аутопсию, но вижу, Йоахим, что ты меня выручил. Как всегда, лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других. Кто это такой? Ты кто такой? Студент. Так, ну мне неинтересно, знакомы ли они или нет, где нашли тело. Вот это интересно. Вот это он. Эй, ну я же еще не осмотрелся в лаборатории. Какой хороший парень. Только посмотрите на него. Натаниэль, кто он? Да, вроде и так понятно, заведующий какой-то лаборатории. Не лаборатория, это... Я так понимаю, что-то между лабораторией и моргом. Этот Натаниэль, он кто такой? Мерзавец. Как и всякий, кто носит одеяния Церкви Вечного Огня. Большинство из них становятся мерзавцами еще до того, как ударятся в религию. Вполне его случай. До Церкви Вечного Огня Натаниэль был палачом. Особенно он изощрялся в пытках женщин. Затем иерарх Химмельфард назначил его смотрителем мертвецкой. Он отвечает за контакты с храмовой стражей, надзирает за кремации, проводит погребальные службы в храме на острове и так далее. Для таких мерзавцев, да, наверное, мечта. Не буду настаивать, я считаю, что не все. Да, в принципе, ну а к чему мне знать больше? Конечно, интересно, да, узнать больше? Но нужно ли оно мне? Ладно, давайте еще спросим, возможно, он что-то скажет. Я все же продолжу тему. Что вас связывает? Это старая история. Но если вы настаиваете, вы слышали о студенческих протестах в 1242-м. Я их возглавлял. А Губер занял меня властям, и я очутился в тюрьме. Вот и вся история. Что будете делать теперь? Ниточек много. Мастерская этого плотника, сборщик тел, который его нашел, и улы, где напали на пресс-циллу. Есть чем заняться. У меня тоже. Боюсь, я должен возвращаться в больницу. Но буду держать за вас кулаки. Я с тебя глаз не спущу. Какой-то даун подозрительный, такой скользкий тип. Мне тоже показалось. Так, смотрите, переулок, которым напали на пресс-циллу. Использовать мать чуть-чуть. Осмотреть место гибели плотника. Давайте вместо гибели осмотрим. Тем более здесь по пути. Устахий, сборщик останков. Как ты узнал? Шестым чувством. Это ты принес в мертвецкую тело Фабиана Нейра, верно? Фабиан, Фабиан. А, да, помню. Очередное безглазое сердце. Нет? Кашеля при нем тоже не было. Понятно. Все с ним понятно. Были еще такие жертвы, ты обыскал его. Конечно, обыскал, если он сказал, что Кашеля не было. Ты обыскал, Фабиан? Ну, взглянул, что у него там в карманах. Ну, чтобы не пропал. Проще говоря, ты обкрадываешь трупы. Проще говоря, ты какого хера интересуешься? А? Что? Процент с меня снять захотел? Шел вон мутант. Говоришь, ты нашел на возьми денег? Да, конечно, еще такому вот мудаку давать денег. Не-не-не. Точно нет. Не зли меня, а то поглядишь на крематорию изнутри. Только трой меня. Сейчас разбегутся стражники и порежут тебя. Да, что ты говоришь? Что ты спасать такую мразь? Они, ребята, сметливые, поумнее тебя. Знают, что с Евстахием надо жить в согласии. Потому как любой когда-нибудь умрет. От меня зависит, где окажется тело. В могиле, в крематории или еще где. Блин, ну я не хочу ему денег давать. То есть, у меня вообще нет вариантов. Либо я ему даю денег. Убедить я его не могу, потому что у меня акси не прокачен. Ну, блин, мне жалко 200 монет, если честно. Ну ладно. Если ты такой подкидай денег, я тебе еще добавлю. А теперь рассказывай, что ты при нем нашел. А, мелочи. Мерстенек со стеклянным камешком, ароманет и какое-то песнецо. Гляди. Хороший пергамент, телячья кожа. Сотру буковки и продам как новый. Это человеческая кожа. Альстилла. Имя следующей жертвы. Если бы ты отдал это письмо кому следует, может, никто бы не пострадал. А то мне важно, что там с какой-то пришешилой. Мало что ли баб в городе? Ударить, уйти с глаз долой. Я бы его ударил. Если честно, у меня такое желание, я бы и сам его ударил. На. Надо было это делать до того, как ты дал ему 200 монет, а не сейчас. А дождь сегодня закончится или нет? Почему так долго он уже идет? Пришешилок, говорит. Что-нибудь случилось? У меня все отлично. Спасибо за беспокойство. Сюда я, наверное, еще могу зайти. Есть там кто? Вон отсюда. А то собак спущу. Черный, стрыгай ко мне. Успокойся. Я по поводу Фабиана Мэйера. Я ищу его убийцу. А, ну разве что так. Сидеть, глупый псины, спокойно. Ну, заходи, уважаемый. Только не дергайся. Тяпнут еще. Краснолюду все на одно лицо. Единственное, что у них меняется, прическа и растительность на лице. Милые зверушки. Да ты, наверное, шутишь, уважаемый. Я их, скотов, сам боюсь. Но лучший пес, который брешет, чем злодей, который режет. Я в каком-то определенном? Само собой. А паршивцы, который уделал Фабиана, как забрали отсюда тело? Я пошел к товарищу, что разводят бойцовых собак. И купил вот этих двух псин. Пришлось раскошелиться. Но хоть сплю спокойно. Кто-то такой-то. С тем имею честь. С братом покойного. Гус меня зовут. Мы вместе держали мастерскую. Мейер и Мейер. Ааа. Теперь будет он просто Мейер. Теперь, уважаемый, будет ликвидация. Как только найду покупателя на эту халабуду, вернусь в Махакам. Все ближе к семье. К тому, что от нее осталось. Ну так что вы хотите знать о Фабиане? Желательно все. Расскажи, что знаешь про убийство. По порядку и в подробностях. Дело было так. Возвращаюсь я с работ в Аксенфурте. И вижу. Над городом столб дыма. Ну, думаю, опять пропущу. Как какую-нибудь бавенку жгут. Но это не на рынке был огонь. А у нас. Видишь следы сажи? Там они горели. Наши скульптуры. Люди слетелись на пожар. И рядышком Фабиана нашли. Вот здесь. Я пока добежал, его уже на телегу грузили. Разговаривал с соседями. Они не заметили ничего подозрительного. Может, что слышали? Говорили, что нет. А если бы и слышали, все одно бы не помогли. В Новиграде люди мимо залитого кровью ребенка на улице так пройдут, чтобы шмаков не запачкать. Да не пойми, какого краснолюда им вовсе дела нет. Это, наверное, не только в Новиграде это. И не только в игре, знаете ли так? Так. Что там между ними было? Секунду. Секундочку. Я не знаю. Может, влюбился? А ты знаешь, где ее найти эту? Порчена. На кладбище. Умерла пару дней назад. Но спокойно. В своей постели. Альфонс ее говорил, что гриб у нее был. Да-да, гриб. Ладно, хватит разговоров. Не обосмотреться. Ай, пожалуйста. Только псов не дразните. Да ладно, хорошие собачки. А как зовут? Никак. Просто пес. Просто пес. Вторая проповедь неравнодушного. Помните, люди добрые. Огонь может быть и благословением, и проклятием. Огонь согревает нас, печет хлеб наш. Отгоняет ночные страхи наши. Но огонь способен обжигать и испепелять. Так живите же в гармонии с вечным огнем и его предначертаниями. Всякий, кто небрежен к его поучениям, кто живет во тьме неведения, кто насмехается над ним, умрет в его пламени. Так откройте же сердца свои, моему наставлению или добрые. Иначе не избежать вам расплаты за деяния свои. Неравнодушный. Кто этот неравнодушный-то? Та Фабиэн и есть? Статуи древних богов? Одни женщины? С выдающимися формами. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Или кого-то. Пятны крови. Здесь Фабиэн и лежал. Как его нашли. Можно мне внутрь? Можно мне зайти в мастерскую? Я туда не заглядывал с тех пор, как нашли Фабиэна. Но, если хотите, так открою. Хочу. Что-то у него руки слишком длинные, по-моему. Для краснолюза. И еще кровавые следы. Но я бы не сказал, что он истек кровью. А здесь что такое похучее? Кто избавился от крови. Осталось только несколько пятен. Очень похучее. Малин. Сомневаюсь, что Фабиэн его использовал в работе. И еще кровавые следы. Но я бы не сказал, что он истек кровью. Кто-то избавился от крови. Осталось только несколько пятен. Гуманоида. Сгнили напрочь. Это уже интересно. Мебель перевернута. Тут след будто от удара ногой. Ничего интересного. То есть глаза гуманоида для тебя неинтересны. Мне вот лично интересно. Откуда они здесь появились и зачем. Ладно. Идем в переулок. Нарен строил сразу туда идти. Тут, 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 тут. Снова он на обед опоздал. Эй, ведьмак. Коронер вас вызывай. Говорит очередная жертва. Велел передать, что главные двери будут для вас открыты. И чтобы вы приходили как можно скорее. А мы в этот раз... Эй, красавчик. Красавчик. Кто-то топит углем? В это время года? Кто-то топит углем? В это время года? Это он. Откуда не знаю? У-у-у. Ну да. Давайте. Так стоп, а что я сделал вообще? Нормально? Почему? Давайте без крови обойдемся, ребят. Вы даже не представляете, чем это закончится. Я так понимаю, вот это вот... Я так понимаю, вот это вот... Бобенка стоит и... Байтит людей. Не, ну это такие себе... Такие себе бойцы, на самом деле. Бывали и получше. Наверное, стоит один удар пропустить, чтобы здоровье восполнить. Давай, ударь меня разок. Думаешь, ты меня выпадресить? А я это видал из растений. Девки драться умеют. Успокойся, я не причину тебе зла. Что ты здесь делаешь? Месть, Исю. Что вылупился? Не слыхал, что убийца всегда возвращается на место преступления. Вот мы с братисками и перетаились, чтобы с ним поквитаться. За Присциллу. Едва не замутил ее, сукин сын. Знаю, я пришел сюда, потому что ищу его следы. И людей, которые могут что-то рассказать. Я-то знаю немного. Но что знаю, расскажу. У меня сейчас из ушей кровь пойдет. Присцилла была твоей подружкой? Подружкой? Нет. Но она видела во мне больше, чем просто глупую слюху. А это что-то да значит. Я хотела покончить с борделем. Найти достойное занятие. Но никто меня не брал. Ни в практике, ни в служанке, ни в кухарке. Будто я проказонная. А Присцилла, она была другая. Я должна была сыграть в ее пьесе. Другие актеры боялись. Там всякие сутки насчет весьма огня. Цвистуська Зося на сцене, представляешь? Ну теперь конец места. Почему она так говорит? У нее вроде зубы все на месте. Мне очень жаль. Бывает работа и похудая. По крайней мере, я так себе говорю. Вроде зубы все на месте. Но говорит она так, как будто бы у нее нет ни одного зуба. Ты знаешь, что Присцилла не единственная жертва? Ой, да, Гуся. Конечно, знаю. Это за нефтира началось. И другие так погибали. Миссии, девушки, сироты. Ну кто их позирает? А двое сообщество? Как про астразники говорят. А по именам кого-нибудь из них помнишь? Какие у них имена? Лысый, пудлатый, рыбка. Так их и звали. Ни семьи у них не было, ни друзей. И давно их у засадили. Ой, все. Оставь меня от своей речи, пожалуйста. Я должен еще раз осмотреться, только уж не мешайте мне, если не трудно. Конечно, мы тихонечко сбоку постоим. Только ты скажи, из чего узнаешь. Только рот не открывай. А то что, подраться еще раз хочешь? Веди себя прилично. Третье пробует неравнодушного. А первую пробовать-то я и не видел. Вот вторую мы прочитали в мастерской. А первая где? Первой не было. Помните, люди добрые, сияние огня всякую тьму рассеет, всякую ложь разоблачит, всякого негодяя выявит. Ни Доплеру не укрыться от его всепроникающего сияния, ни ведьме, ни чародейке, что простой народ дурачит, ни падшим женщинам, что разум мужей туманит своими чарами. Отбросите лживые колдовские уловки, прикрывайте скромно свои тела и не возбуждайте нечистых мыслей, и вечный огонь разоблачит пред вами чудовищ и грешников. Или сами сгините в его пламени. Понятно, я так понимаю, он... ...против проституток был. ...скажем так. Кто ты там знаешь? А нет, ничего не знает. А дождь чья вина? Чараги. Да, конечно. Бедный честью бога. Такие проблемы. Это так под дождем. Проходите, мастер-ведьмак. Что там в подвале? А это то же самое вроде место, из которого мы ушли. Тот же самый крематорий. Я уж думал, мне не удастся здесь полазить, пошариться. Ну, раз уж есть такая возможность, то... ...нужно этим пользоваться. Почему так темно? Геральт, да? Хорошо, что ты здесь. Я ждал со вскрытием до твоего прихода. Очень мило с твоей стороны, особенно учитывая, что ты был не в восторге от моего первого визита. Потому что ты явился без приглашения и в сомнительной компании. А у меня на шее висел преподобный Натаниэль. Теперь наш духовный опекун укатил за город по каким-то делам. А я уже знаю, кто ты и какая цель тобой движет. Так что с радостью помогу тебе в следствии. Какой альтруист. Начнем с крытили. Охотно. Вреждения соответствуют обычному почерку убийцы. Жертву связали и напоили формалином. Затем преступник удалил глаза и на их место вложил горящий уголь с тем, чтобы вскрыть грудную клетку. И... А это что? Пергамент из человеческой кожи. В общем, все то же самое. Сообщение от убийцы и на следующей жертве. Патриция Вигельбуд. Ты знаешь ее? Да, я даже был в ее имении вместе с... Я поеду к ней, сейчас же. Не изменяя своему почерку убийцам. Я так понимаю, вот этот... Чудак возомнил из себя какого-то карателя. И хочет, скажем так, всех неверных наказать. Правда, я так и не понял, что им движет. Какой-то сектант. Так, ну нам туда. Поэтому мы точно воспользуемся фаст-тревелом. Пройду же я вроде здесь. Я уже забыл Навиград. За все время, пока не играл. Я так понимаю, я сейчас как раз вовремя успею. Прям вот-вот, наверное, будет нападение. Тебе чего тут? Я должен поговорить с Патрицией Вигельбуд. Так ты решил, что любой оборванец может? Да, она в опасности. Впусти меня, или ее смерть будет на твоей совести. А если я тебя пущу, и окажется, что ты все выдумал, меня тут же отсюда выпру? Мне казалось, что стражник должен защищать хозяина, а не собственный зад. Будь по-твоему. Отведу тебя к госпоже Вигельбуд. Только без всяких штучек. Ты меня понял? Ой, Геральт, такой приятный сюрприз. Вовсе не такой приятный. Я должен увидеть твою мать. Ее жизнь в опасности. Смерть? Не шути так. Я видела маму сегодня с утра. Она была грустна, конечно, но в добром здравии. Нет времени объяснять. Убийца выбрал Патрицию следующий счет твой. Нет времени объяснять. Поверь, не прошу. Тяжело мне в это поверить. Но я вижу, что ты не шутишь. Прошу за мной. Надеюсь, мы не опоздаем. Что там? Походу, там уже наготове атака. Ну да, быстрее, подруга. Ты слышишь? Тишина, покой. Все в порядке. Все-таки войдем внутрь, чтобы убедиться. Ты настаиваешь? Ну, будь по-твоему. Подожди здесь. Думаю, мама не в настроении принимает. А я думаю, она уже все. Он! Он прибежал в другой фильм. Держи его! Какую в другую дверь? В смысле он? Не, ну я в режиме боя не смогу преследовать. У меня даже ведьмачьего чутята не будет. Ну и где мне его искать? Неужели мне с ними подраться придется? Жалкое зрелище. Опять ненужные жертвы. Я не хотел этого. Ну, видимо, здесь какая-то катсцена должна быть. Стой! Не то получишь стрелу в кишки. Слушай, вы поймали не того. Со мной этот номер не пройдет. Я отведу тебя к госпоже. Убийца все равно уже сбежал. Веди герой. Мы взяли его, госпожа Ингрид. Пришлось потрудиться, но... Опусти арбалет, пока сам себя не подстрелил. Этот человек невиновен. Простите, госпожа. Я увидел, как он бежит и решил, что он убегал и... Я гнался за ним и догнал бы, если бы ты мне не помешал. Прочь! Моя мать! Почему с ней так поступили? Почему? Убийца наскучили шлюхи и нищи. Но это какой-то слишком грубый ответ, нет? Потому что она оскорбила вечный огонь. Только это объединяет ее с прежними жертвами. Ингрид, я знаю, это очень тяжело для тебя, но... Обычно убийца оставляет рядом с телами письмо с именем следующей жертвы. Могу ли я... Можешь. Но сделай это без меня. Я больше не хочу видеть ее такой. Не хочу ее такой запомнить. И... Пусть это будет последняя жертва. Прошу тебя. Ногти обломаны, синяки. Она защищалась. Наверное, поэтому у него ушло больше времени, и он почти попался. Вот и письмо. Сладкая Анике у Катарины Хромоножки. Он становится все наглее, а не только имеющее место. В этот раз он от меня не уйдет. Скорее всего, он знает, что я иду по его следам. Раны, как у предыдущих жертв. Нет смысла рассматривать, нужно лететь в Хромоножку. А там что? Четвертое проповедь неравнодушного. Помните, люди добрые, огонь все пожирает на своем пути, никого не щадя. Ни при чем не останавливаясь. Огонь испепеляет всех грешников, будь то бедняк или богач. Человек или тварь. Слабак или силач. Всякого, кто нарушает его заповеди. Всякого, кто попирает заветы церкви. Всякого, кто поклоняется ложным богам. Пламя его в пепел обратит. Живите же в истине огня вечного. Слушайте святых мужей, ибо они пастыри вашим. Это что? Еще бутылка из-под формалина. Ну, в общем, он везде проделывает одно и то же. В принципе, не такой изобретательный маньяк-убийца, знаете. Довольно ожидаемо было, что я не успею сюда. Интересно, а можно было успеть? Наверное, нет. Все-таки по сюжету так было задумано. Наверняка нет. Истинно, истинно, говорю вам, придет век меча и топора. Век волчьи и пурги. Придет час белого хлада и белого цвета. Час безумий и час презрения. Час конца. Что это за язык? Наверняка это же не английский. Мир умрет, погруженный во мрак, и возродится вместе с новым солнцем. Возродится из старшей крови, из чего-то там, из зерна засеянного. Зерна, кое не прорастет, не проклюнется, но возгорится пламенем. Да будет так. Внимайте знамения. А каковы будут знамения, реку вам с первого произойдет, земля кровью. Кровью эльфов. Ух, сектанты. Кругом сектанты. Ну все, доволен? Отвали. Зато задержал меня на входе. Вот если бы не ты, я бы успел. Так. Сдели сюда. Нет, рано еще в скельге. На скельге, наверное, правильнее. Что с освещением? Какое-то оно слишком неестественное. По-моему, я вроде графику не понижал. По ощущению, что графика похуже стала. Зайду я здесь? Нет. Дай пройду. Где сладкая Анике? Наверху. Но у нее важный клиент. Не мешай. Ага. Важный клиент, который ее сейчас убьет. еще выше. Хочешь перебегаться? Лишь бы планировать. Еще выше? Эй, красавчик. О. Никто тебя, сука, не услышит. Никто. Зато тебя сейчас будет слышать весь город. Ты мне помешал. Снова. А, так вот кто это. Я не знаю, когда мне мешают. Я собирался развлечься со сладкой Анике. Это же заведующий того крематория. Не, ну он явно помешанный какой-то. Не ради какой-то идеи он это делает. Уж точно это не какой-то ритуал. Просто он псих. Избавь меня от своего вранья. Я видел, как заканчиваю твои... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.